Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, в каком случае причащаются во осуждение? У нас есть с вами слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам, которые каждый из нас должен себе напоминать. Да они и напоминаются нам такими отсылками и аллюзиями во время правила подготовки к святому причащению. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает, что недостойно причащается. Вот это страшные слова. То есть мы причащаемся во исцеление души и тела, оказывается, можно причащаться даже до смерти, согрешая пред Богом. Как это происходит? Когда мы не рассуждаем, по слову апостола, о том, что мы принимаем. То есть мы не готовы к этому, мы пребываем в грехе. Во-первых, когда мы этим пренебрегаем, не рассуждаем, когда мы невнимательны, когда мы не собраны, когда мы не приготовились, когда мы делаем это на бегу. И в этом, кстати, очень искушаемые люди, которые часто причащаются. Потому что часто причащаться – это очень хорошо. И древние святые отцы, например, подобно Нил Синайский, вообще советовали каждый день причащаться христианинам. Но это требует совершенно другого, не нашего отношения к чистоте своего ума и своего сердца и к чистоте нашей жизни. Это требует очень большого напряжения. Какие могут быть препятствия? Может быть немирное состояние, допустим, ссора с кем-то. И тогда мы помним слова Господа о том, что если ты принес дар твой к жертвеннику и вспомнил, что брат твой имеет что-то на тебя, пойди прежде примирись с братом твоим, оставив дар при жертвеннике, а потом вернись и принеси дар Богу. Молитва – это тоже дар, это тоже жертва. Она тоже подпадает под эти слова. Нас могут не простить, но апостол Павел четко говорит. Он говорит, по возможности старайтесь иметь мир со всеми. Ты попроси прощения, от себя сделай что-то, чтобы примириться. Если тот человек тебя не прощает, ну уже такой вины на тебе нет, хотя горечь остается. Второе. Нужно сокрушенное сердце. Если у человека нет покаяния, если он не видит себя нуждающимся в спасении, то он причащается недостойно. Третье. Человек не может причащаться, находясь в смертных грехах. Например, живя в блуде. Или совершив какой-то другой грех, не раскаявшись с ним. Допустим, аборт, убийство, кража. Не может человек причащаться, если он постоянно хамит своим родителям, нарушая пятую заповедь. То есть, если человек коснеет в грехе, не каясь в нем, а смирившись в плохом смысле этого слова, скажет, ну вот, ну, все так живут, и я так живу. Вот недавно я разговаривал с одним человеком, который как раз жил в такой преступной блудной связи. Я ему говорю, вы не можете причащаться. Он в гневе мне ответил, как это? Никто не может меня не допустить к истовому причащению, к моему Господу. И я ему как раз вот эти слова апостола Павла напомнил и говорил о словах святых отцов, которые изъясняют это так. Они говорят, огонь солому сжигает, а железо закаляет. Один и тот же огонь действует, или уничтожая, или укрепляя. Если ты пребываешь в грехе, то тебе это будет в суд и в осуждение, потому что ты фактически попираешь святыню. Поэтому вот в этой ситуации, конечно, причащаться нельзя. А так, есть еще одно. Если человек находится в супружестве, ночь перед причастием, как минимум, он должен воздерживаться от супружеских отношений. И должен соблюдать так называемый эфористический пост. То есть с 12 ночи ничего не вкушать. То есть исключения могут быть сделаны для людей, которым надо принимать лекарства, без которых они не могут быть на литургии. Или, допустим, для людей, которые не могут долго не есть. Ну, ампутированный желудок, например, у человека. Такое тоже бывает. Все остальное, молитвенное правило, подготовительный пост, это инструменты, которые служат для достижения сокрушенного сердца и мира с остальными людьми. Вот они не являются условиями. Условиями являются право и вера, по возможности примиренность со всеми, желание причаститься, сокрушенное сердце, эфористический пост и отсутствие смертных грехов. При которых человеку причащается в осуждение.